МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Республике будет реализован очередной международный проект. Сегодня в Москве подписано соглашение между компанией «Сименс» и чебоксарским предприятием в НИИР. Перспективы сотрудничества с представителями немецкого концерна обсудил глава Чуваши. Подробности у Дмитрия Ковалева. Устройство постоянного тока в регионах России компания «Сименс» раньше не производила. Первый завод будет запущен именно в Чебоксарах, как соглашение. Его создание было подписано сегодня в Москве. На новом заводе будут производить специальные системы для электрификации поездов. Этим оборудованием оснащают тяговые составы метрополитена и наземного транспорта. В Чебоксарах намерены выпускать инновационную технику для цифровых подстанций, а также реле и автоматику для высокоскоростной магистрали «Москва-Казань». Производственные площадки локализуют на базе предприятия в НИИР. Сам факт вхождения мировой компании «Сименс» в город Чебоксара на территорию Чебоксарской республики – это историческая победа. Открыть у нас производство для производства товаров для метрополитена и для производства товаров, изделий, счетов, микропроцессорных изделий, автоматики для строительства высокоскоростной магистрали – это дорогого стоит. В этой конкурентной среде они могли выбрать другой регион на территории Российской Федерации, но они пришли к нам. Почему? У нас благоприятная среда, у нас национальный рейтинг, мы шестое место заняли среди 85 субъектов Российской Федерации. Хороший климат, хорошая атмосфера, хорошая экология. Нам нужны проекты точечные, прорывные, которые на сегодняшний день на несколько десятилетий вперед будут иметь рынок. Производство ради производства времена прошли. Представители немецкой компании отмечают, для размещения производства рассмотрели десятки регионов. Чуваша заинтересовала предпринимателей не случайно. В республике, говорят зарубежные партнеры, создан благоприятный инвестиционный климат. У нас есть партнер, листья компании ВНИР, которая уже многие годы успешно работает на территории Чувашской республики. Мы считаем, что этим партнером мы можем успешно двигаться в будущее. Это очень сильно зависит от заказчиков, которые будут пользоваться этой совместной продукцией. И мы считаем, что в ближайшие месяцы уже первые проекты должны пойти. Слово действительно реально хорошее. Было сказано, и мы подчеркиваем, что есть хорошая компетенция хороших специалистов на территории Чувашской республики. И это, конечно, очень хороший фундамент для развития таких совместных проектов. Производство инновационного оборудования для поездов в Чебоксарах планируют наладить в ближайшее время. Предварительный пакет заказов уже формируется. Главная задача – подобрать будущий персонал на новый завод. Будут трудоустроены десятки рабочих. Все они пройдут обучающие курсы. Дмитрий Ковалев, Сергей Адушкин, Республика, из Москвы. Чувашия получит 46,5 миллионов рублей для финансирования региональной программы в сфере дорожного хозяйства. Сегодня председатель правительства России Дмитрий Медведев своим распоряжением распределил трансферты между субъектами федерации. Основным критерием выделения средств стал удельный вес транспортных средств, которые зарегистрированы в системе взимания платы за пользование транспортной инфраструктуры. Денежные вопросы решали сегодня и на заседании Кабинета министров. Пособия на детей в 2017 вырастут в отличие от зарплат госслужащих. Повышение небольшое, но в условиях нынешней экономической ситуации это позитивное изменение. Так описал министр труда и социальной защиты увеличение размеров ежемесячных пособий на ребенка. В размере ежемесячных пособий государственных пособий на детей у нас 4 категории граждан, 54 вида пособия, увеличивается в целом от 1 рубля до 324 рублей. Ненамного, но тоже увеличится выплата труженикам тыла военных лет, ветеранам труда, реабилитированным лицам. А вот госслужащим в 2017 году, как впрочем и в 2014, 2015 и 2016 индексировать оклады не будут. Соответствующий законопроект представил руководитель администрации главы Чуваши Юрий Васильев. Кому-то не увеличат зарплату, а кому-то из-за кризиса и вовсе придется вернуть то, что получили раньше. Речь про представителей малого и среднего бизнеса, которые получили помощь, но не выполнили обязательства по ней. Прямых обращений к нам предпринимателей нет, но я знаю, что проблемы существуют. В связи с тем, что в договорах четко указаны параметры. К сожалению, здесь позиция такая, в первую очередь прокуратура, что если предприниматель не выполняет ряд своих показателей, то необходимо всю сумму вернуть. Я считаю, что это немножко завышенное требование, потому что многие предприниматели, допустим, получают 3 миллиона, 2 миллиона, купили оборудование. Сейчас я фактически вижу, что им придется идти на банкротство для того, чтобы во многих случаях вернуть эти суммы. Вы сейчас системно подойдите, в каком-то виде это более взвешено, чтобы не было это вот как вот с плеча рубить, да, в дальнейшем, чтобы была возможность в комиссию обратиться, там, по пересмотру параметров, еще какие-то вещи. Повестка этого заседания оказалась невиданной по объему. Правительство рассмотрело 43 вопроса. Среди них комплекс мер по реализации послания Владимира Путина и проведение Дня Республики. В 2017 году он пройдет в Парецком районе. Ольга Пырычкина, Андрей Шоклев, Республика. Благоустройство дворов стало главной темой обсуждения на парламентских слушаниях Государственной Думе Российской Федерации. На это выделят 70% средств по проекту развития городской среды. На слушаниях присутствовала глава города Чебоксары Ирина Клементьева. Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень напомнил, что на 2017 год бюджетом предусмотрено 20 миллиардов рублей на программу благоустройства городов в рамках приоритетного проекта ЖКХ и городская среда. Около 70% средств направят на благоустройство дворовых территорий, оставшиеся 30 на усовершенствование знаковых объектов для муниципалитетов. Главное синхронизировать работу по благоустройству дворов с планами по замене инженерных сетей. Кстати, с федерального бюджета дополнительно планируется выделить 500 миллионов рублей городам с населением менее 300 тысяч человек на благоустройство скверов и парковых зон. Парламентские слушания, в общем-то, позволили каждому городу строить свои планы. И мы в том числе предполагаем, что бы хотелось нам в городе Чебоксара сделать. В первую очередь, это те места, которые были общедоступны для всех семей. Предварительные планы есть. Мы эти вопросы будем обсуждать с нашими горожанами, чтобы действительно выбрать такие удобные места для всех. Не только для одного или двух домов, а именно для маленького микрорайончика. Поэтому благоустройство спортивными детскими площадками это раз. Второе, это значит создание скверов и небольших локальных парков. И, конечно, обязательно другой подход к благоустройству центральных улиц, набережных. По словам руководителя Минстроя России, средства в регионах направят до 1 марта следующего года. К этому времени регионы должны определиться с объектами, которые войдут в программу и предусмотреть софинансирование. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика. Целевое расходование бюджетных средств, грамотное распределение дотаций, контроль за деятельность органов местного самоуправления. Эти темы обсудили на заседании межведомственной комиссии. Каждый бюджетный рубль в дело. Именно это ставит себе в задачу республиканские органы власти и того же требуют от муниципалитетов. Тем не менее, в течение года Минфин Республики периодически выявлял такие нарушения, как необоснованное завышение цены контракта, оплата работ, произведенных не в полном объеме и неправомерные расходы. Общая сумма 412 миллионов рублей. Материалы всех проверок направлены для рассмотрения в прокуратуру Чувашской Республики. По результатам проверок привлечены к дисциплинарной ответственности 13 человек. Возбуждено 14 административных дел в отношении 8 должностных лиц. Наложен штраф в сумме 220 тысяч рублей. По состоянию на сегодняшний день сумма устраненных нарушений составила 17,6 миллионов рублей или 11% из подлежащих устранению, в том числе дохода бюджета поступило 5,6 миллионов рублей. Отраслевые министерства не остались в стороне. Так, Минтранс по своей линии проверил деятельность органов власти пяти муниципалитетов. Отсутствие гарантийных паспортов, чертежей, сертификатов, актов о приемке отремонтированных дорог – часть нарушений. Считаем необходимым администрациям районами городов, первое, привести в соответствие с законодательством нормативно-правовые акты, второе, усилить работу по своевременной и качественной подготовке документов на получение субсидий и переставление их Минтранса, и третье, повысить квалификацию должностных лиц. В этом году управлением Росреестра было организовано 8 проверок муниципалитетов по соблюдению требований земельного законодательства. Без нарушений здесь также не обошлось. Я убедительно прошу, главы, вы это должны почувствовать, надзорные функции в отношении вас по всем направлениям будут вестись. Понятно, я уже сказал, это будет корректно, но слабинку вам никто не даст. Глава администрации, вы несете персональное ответственность. Поэтому к вам обращаемся, что каждый рубль должен быть под контролем. Руководитель администрации главы Чувашии рекомендовала надзорным органам усилить контроль за проблемными районами. Эффективное расходование бюджетных средств и субсидий должно быть в приоритете. Подытожил Юрий Васильев. Татьяна Леонтьева, Анастасия Алангина, Андрей Шоклев, Республика. Неблагополучные семьи, профилактика социального сиротства, развитие детского туризма в Чувашской республике. Эти и другие вопросы на контроле Координационного совета при главе Чувашии. Сегодня его участники подвели итоги работы за год. За круглым столом министры, педагоги, представители правоохранительных органов, депутаты. Именно в таком составе в течение всего года Совет обсуждал одну из самых актуальных проблем современности. Как защитить права и интерес ребенка, оградить несовершеннолетних от совершения преступлений. Главная задача взрослых – увлечь и заинтересовать детей. Когда дети увлечены чем-то серьезным и интересным, то им некогда заниматься дурными делами. Этот факт подтвердил и замначальника полиции МВД по Чувашии Валерий Жуковец. Одним из перспективных направлений гармоничного развития ребенка считается образовательный туризм. В Чувашии активно внедряют различные проекты в этой сфере. Проект «Живые уроки», к примеру, пришелся по душе и взрослым, и детям. За последний год в Чувашии появилось немало интересных образовательных, спортивных и экологических маршрутов. По территории Чувашской республики пролегает более 60 экскурсионных туристических маршрутов, из которых 47 приспособлены для принятия детей. С целью посещения объектов истории, культуры, памятника, природы, обозначенных в туристическом паспорте Чувашской республики, общеобразовательными организациями республики организованно в течение года было более 900 выездов школьных групп. А охват участников, как я уже сказал, свыше 30 тысяч. Кроме этого, в этом году был дан старт республиканскому проекту «Маршруты на пути к неизведанному». Первым маршрутом в рамках проекта стал квест «Край, в котором есть я». Кстати, по оценкам Ростуризма, Чебоксары в 2016 году вошли в топ-10 городов, благоприятных для детского туризма. Так что в следующем году работа будет продолжена. Галина Титарчук, Олег Якимов, Республика. К другим новостям. Полицейские Новочебоксарска задержали подозреваемого в уличном ограблении. 36-летняя местная жительница опознала в нем мужчину, который на улице молодежной силой пытался отобрать у нее сумку, но не смог. Сотрудники полиции устанавливают причастность задержанного к другим преступлениям. Если вы располагаете информацией о его противоправных действиях или пострадали от них, позвоните по телефону 02. А вот герои следующего сюжета пока преступников не ловят. Они студенты высших учебных заведений системы МВД. Столица Чувашия. Год завершился зимним Кубком Лиги особого статуса Международного Союза КВН «Подъем». Смех в погонах. Сегодня жители столицы Чувашии присутствуют на особом КВНе. Шутят полицейские, сотрудники правоохранительных органов. Не чуждали остроумие и чувство юмора людям серьезной профессии? Смотрите сами. Итак, представим самые подготовленные сотрудники ВДД. Представьтесь. Иванов Петр Михайлович, с 1916 года рождения. Проживая в городе Амрия. Серия номер 26, 29, 19, 214. Шестерет пошел в школу, прогуливал только Алгерой Любович. Полная информация действий. Особую лигу КВН «Подъем» образовали больше 10 лет назад. Ее штаб-квартира находится в Москве. Но игры проходят в самых разных городах России. В основном в тех, где хорошо развито движение КВН. В Чубоксарах зимний кубок разыгрывается впервые. Хотя своих КВНщиков в погонах в Чувашии пока нет. А все потому, что в республике нет специализированного учебного заведения, готовящего кадры для службы во внутренних органах. Работа в полиции – это в первую очередь быть ближе к народу. То есть и помимо этого мы высмеиваем какие-нибудь, подмечиваем смешные ситуации, которые происходят между сотрудником органов внутренних дел и обычным гражданином. Смягчающее обстоятельство, большое будущее, новые кадры. Их разыскивает полиция. 30 грамм юмора и женская сборная из Уфы. Шесть команд из разных городов соревновали из-за звания чемпионов и главный трофей. Большой зимний кубок Лиги Подъем. А играли участники только один конкурс – приветствие. Это Полина, и у нее нет парня. Это все потому, что я толстая. Да не толстая. Да не думала. Да не думала. У меня грудь маленькая. Чем сегодня будет удивлять чебоксарских зрителей? Что приготовили? Сибирский юмор. Жесткий, хороший, качественный. Красноярский зритель нас очень любит. И необычный юмор, что действующие сотрудники полиции шутят. Это очень нравится людям. Отличается ли юмор сотрудников силовых структур от юмора обычных военщиков, обычных лиг? Ну, в целом он такой же, но отличается лишь только тем, что больше внутренних шуток. Шуток про полицию конкретно. Итог игры. Сразу два кубка – зимний кубок Лиги Подъем и кубок главы администрации Горда Чебоксары – ушли в одни руки. Команде КВН из Красноярска 30 грамм юмора. А наша полиция на самом деле очень находчивая. Представьте, казус на допросе. Соло-падем, а рыбе, а рыбе, а рыбе, а рыбе, а рыбе, а рыбе. Подожди, дворожки украли, я не знал, что делать. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика. Сегодня министр физкультуры и спорта Сергей Шелтуков дал пресс-конференцию, на которой ответил на злободневные вопросы. Неделю назад в эфире телеканала «Звезда» прошло ток-шоу «Фетисов». Жители «АллатРа» пожаловались известному спортсмену, а ныне телеведущему, что в муниципалитете ничего не делается для развития хоккея. Говорилось о том, что спортивные объекты «АллатРа» в удручающем состоянии, а местная власть равнодушна к запросам любителей спорта. Мы должны признать, что из всех муниципалитетов на сегодняшний день не располагают хоккейными коробками город «АллатРа» и «АллатРский район». Тот объект, о котором шла речь на одном из телеканалов, это спортивный объект, который находится в ведении администрации города «АллатРа». В настоящее время готовятся документы для передачи спортивного объекта для развития инвестору. Вопрос заливки льда не стоит, они готовы залить хоть завтра, хоть сегодня. Но вопрос стоит по безопасности, кто будет обслуживать, потому что я уже отметил, что все документы выставлены, подготовлены для передачи. И пока нет хозяина этого спортивного объекта. Думаю, вопрос решаемый. В то же время хочу подчеркнуть, что, к сожалению, от муниципалитета мы не получали никаких заявок для участия в федеральной целевой программе по строительству физкультурно-спортивных комплексов открытого типа. Мы, конечно же, о той проблеме, которая существует, мы не слышали. Также Сергей Шелтыков прокомментировал отчет представителей Общероссийского народного фронта. В нем отмечается, что в районах республики физкультурные объекты не задействованы на полную мощь, а в министерство отправляются липовые отчеты. Проблемы количественного состава, они возникли из-за халатного отношения руководителей спортивных школ к составлению расписания занятий. Это правда. Составление документации действительно хромает. Но вместе с тем, хочу сказать, что все-таки в районах, в муниципалитетах есть свои особенности проведения спортивных занятий, тренировочных мероприятий. Это и малое количество детей в общеобразовательных школах, которые задействованы и на предметных олимпиадах, готовятся и по всем видам спорта, по спартакиаде школьников. Сейчас, по данным администрации городов и районов, в республике работают 95 лыжных трасс, залиты 77 катков и открыты 120 хоккейных коробок. И чтобы в будущем оперативнее реагировать на критику любителей физкультуры и спорта, министерство объявило о старте акции «Моя спортплощадка». Ее суть в том, чтобы сообщить Минспорт Чуваши о ненадлежащем состоянии и содержании открытых спортплощадок. Для этого необходимо разместить на своей странице в социальной сети ВКонтакте фотографию с хэштегами акции «Спорт 21 – моя спортплощадка» с обязательной геометкой места, где сделана фотография. Минспорт Чуваши обещает каждый проблемный объект взять под контроль. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика. Приближается Новый год. Главной новогодней площадкой после Красной площади в этом году станет Лакреевский лес. На его реконструкцию с бюджета города было выделено более миллиона рублей. Новый ледовый каток, уютные беседки с горячими вафлями и рождественскими напитками, крутые горки и сказочная иллюминация. Торжественное открытие обновленного парка состоится в это воскресенье. Праздничная программа начнется интерактивной игрой «Щелкунчик» для самых маленьких. 24 и 25 декабря гостей Лакрейского леса ждет представление с участием ростовых кукол. А 7 января аниматоры парка устроят сказочное представление на льду. На протяжении всех новогодних каникул будет работать ледовый каток и деревянная горка с прокатом тюбингов. Для семейного отдыха горожан предусмотрена зона барбекю. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Смотрите наши новости и программы на сайте mtrk21.ru. Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин